Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Несколько дней на продаже уже стоит Паттон 59 в продаже за 5000 золота, либо в комплекте с ВЗшкой, но уже дороже. Несмотря на то, что несколько дней данное предложение есть уже в магазине и огромное количество авторов уже высказали свое мнение по данной машине, в то же время многие мои зрители просят меня снять честный обзор на данную машину для того, чтобы понимать покупать ее или не покупать. Именно для них я и стараюсь, возможно вам это видео тоже будет интересным и полезным. Что касается ребят Паттона и предложения за 5000 Паттона, заценим, сделаем честный обзор, выкатим из ангара, заценим броню и сравним с другими машинами. А вот что касается самого набора, то за 5000 предлагают восьмерку, вроде бы и приемлемая стоимость, но помним, допустим, за 5,5 левчика в суперкомплектации. Есть в наборе Камо, но сказать, что он меня как-то впечатляет, да, симпатично, пестро, но в то же время ничего удивительного и уникального я для себя не нахожу во внешнем виде данной машины. Что касается открытого оборудования всего, да, на восьмом уровне, безусловно, поможет сэкономить серебро, но это не то, зачем стоит гоняться. И в принципе на этом набор заканчивается. Покупать или не покупать, как обычно, безусловно, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, и допростят меня разработчики, наделившие меня пресс-аккаунтом, за честность, которую я буду в этом видео проявлять. И в принципе, ребят, вы сами мне обещали свободу слова, которой я и буду пользоваться. Что касается орудия, оно ничем не уникально, ничем не примечательно и, в принципе, навряд ли кого-то удивит. Да, хорошее время сведения, хороший разброс, есть неплохой ДПМ заявленный, время перезарядки 6 секунд при Альфе в 225, это играбельно и хорошо. Единственный минус по данному орудию, это уровень пробития. И с учетом даже установленного оборудования на калиброванные снаряды, здесь получается 190 единиц. Не так уж и много для восьмого уровня, который может еще и с девятками встретиться. Что касается, ребят, брони. По броне здесь тоже ничего уникального и нет. Есть верхние бронелисты, простите, верхний бронелист 182 с приведенкой, нижний бронелист, там, в зависимости от того, как станешь, 180-190. Короче, все эти, что верхний, что нижний бронелисты особой броней не отличаются. Да, есть плюс-минус неплохо забронированная башня, которая работает в большинстве своем в виде рикошетов только тогда, когда по приведенке срабатывает. А вот что касается ком-башни, да, пускай она здесь типа забронирована, но 177, ребят, ну не спасет абсолютно с учетом размера этой ком-башни. Да это не ком-башня, это еще одна башня сверху на основной. Что касается бортов, разговаривать не о чем. Корма тоже любит принимать фугасы от тех, кто знает, куда забрасывать. Если забрасываете ему вот сюда, вот в основании башни, сзади, то осколки фугаса пробивают верхний лист, который закрывает тыльную часть, ну я бы сказал, корму сверху, да, вашего корпуса, и там, где всего лишь 15 миллиметров брони. Вот такая вот интересная машина по броне, ничем не выдающаяся. То же самое касается и всех технических характеристик по данной машине. Она ничем не примечательна абсолютно. Она не примечательна альфой, потому что есть более альфовые ребята. Она не примечательна пробитием, потому что есть ребята, которые, безусловно, там чуть ниже, да, по уровню пробития. Но есть огромное количество машин, которые, как видите, имеют лучше уровень пробития у орудия. И это с учетом того, что у меня здесь стоят калиброванные снаряды, а у них нет. Поэтому, если вы, допустим, поставите себе даже на том же ФЦМе, то будете иметь 223 против 190. Ну, ощутимая разница, согласитесь. Что касается всего остального. Опять-таки, полистав всю таблицу, я не нашел абсолютно ничего, за что можно глазу зацепиться. Скорость, посредственное сведение, тоже ни вашим, ни нашим. Ну, и что касается доходности, 170% против 175, 180. Короче говоря, ребят, машина, по большому счету, не примечательна ничем. Даже процент победы у нее абсолютно средниковый. 52% тоже, как говорится, ни вашим, ни нашим. Есть ребята лучше, есть ребята хуже. Короче говоря, ребят, машина из тех, которые вы реально сможете заценить, только выкатив ее из ангара, ну, либо посмотрев, как это сделаю я. Поскольку я не суперскилловый игрок, у меня нет 70% побед. Ну, и если вы 50%ник, то мои видео, они как нельзя лучше покажут вам все плюсы и минусы машины и как она будет себя вести в ваших руках. Ну что, погнали в бой. Пока запрыгиваем в бой, я напоминаю всем, кто еще не подписан на канал и тем, кто подписан особенно. Подписчики имеют возможность в субботу выиграть приз. Каким образом? Вы должны быть подписаны на канал, лайкнуть видосы, которые будут выходить в течение недельки, писать комментарии под видео и обязательно в своих комментариях указывать свой никнейм. Потом приходите на субботнюю катку, узнаете кодовое слово и дальше действуете по тому, с чем вы можете ознакомиться по ссылочке, которая есть в описании. Там внизу в описании, ребят, есть видосик, в котором рассказывается порядок проведения честных розыгрышей и никаких тыканей пальцем в победителя со стороны автора. Все происходит без моего участия. Ну что, ребят, поехали, давайте будем заценивать. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, для того, чтобы потом зарегистрироваться на розыгрыш и иметь возможность выиграть себе особый пропуск на батл пасс этого месяца. Как вы видите, по подвижности ничего уникального. Да, он просто едет, ничего нестандартного абсолютно. Та же самая Прога 46 передвигается куда бодрее. Что касается времени сведения. Как вы видите, заявленная цифра по времени сведения была довольно неплохая. Ну а что касается по факту, то я бы не сказал, что прям бодро, ну, супер-рово сводится. Просто сводится, опять-таки, ничего уникального. По точности орудия. Точность орудия хорошая, нормальная. Единственное, что если вдруг вам на средних и дальних, особенно, расстояниях будет не хватать скорости полета снаряда, а такое может быть, переключите себе и улучшите данную позицию, но придется потерять в чем-то другом. Продавливают направление, средние танки, необходимо нам отсюда отвиливать куда-то. Благо, разворачивается машина на месте довольно неплохо и в этом, безусловный, плюс данного аппарата. Сейчас попытаюсь быстренько откатиться сюда, спрятаться. Ну и попытаюсь поработать вместе, либо с вот этими ребятами, либо со своей Прогой, которая пытается сейчас сдержать троих товарищей. Наверное, стоит все-таки ему помочь в первую очередь. Ай-яй-яй, прости, 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 брат, прости, брат, я не хотел, честное слово. Давай-давай, ну так а зачем ты? Ты же можешь меня, да, там немножко как-то объехать? Давай я тебя прикрою, что ли, своей душей. Так, переключаюсь на голду и даже это мне не особо поможет. Пускай я сейчас промазал по Центуриону, но даже если бы я по нему попал, поверьте, все равно особого результата я бы от этого не получил. Не попадаю. Просто таким край, край какой-то нефартовый бой. Может я что-то неправильно сделал, может надо было сразу куда-то на другую позицию перемещаться. Но не пробиваю, даже Тайпа 59-го я нормально пробить не могу. Хотя машина не супер бронированная и сказать, что он прям импище какое-то, супер мега крепкое, да нет, абсолютно нет. Так, отходим. Отходим. Но толку особого не будет, сейчас Игл сюда еще приедет со своим другом вот этим бронированным. Ну вот в принципе и все, вот так вот он отыгрался. Не знаю, насколько хорошо или насколько плохо, может я что-то неправильно сделал. Сейчас досмотрим бой и обязательно заедем в еще одну каточку, для того, чтобы понять, в чем конкретно был косяк или просто машина так играется, по крайней мере, средними руками. Итак, друзья мои, бой закончился поражением, результатов как таковых особо заценивать нечего. Что касается результативности по команде, то безусловно я там нахожусь, да даже не в конце списка, вау, я средину занял, но это не моя заслуга и, честно говоря, справедливости ради, я сделаю вот так. Вот сам себя дизну, потому что мог отыграть лучше. Что касается ребят, которые здесь играли, я обязательно поставлю лайкосы вот этим двум ребятам, которые действительно молодцы, классно себя показали в данном бою. Ну и, соответственно, лайкану вот этого чувака, который был лучшим среди соперников. Ну что, поехали, попытаемся заценить еще, что это такое. А, это я типа обучение прошел, ну наконец-то. Забираем, теперь я могу попадать в бои 7 на 7. Вот такой вот прикол получается. Забираем и поехали, попытаемся еще чего-нибудь. В целом, ребят, я поиграл на Паттоне и скажу откровенно, на меня он какого-то такого, знаете, впечатления, машины, от которой можно получать даже в проигрышных боях какую-то долю фана, кайфа и веселья, он такого впечатления на меня не произвел. Ну вот просто потому, что как-то не получается на нем ничего нормального и практически постоянно. Может, периодически где-то будут встречаться какие-то бои, на которых вы сможете поднимать себе там какую-то часть серебра, хотя далеко не фармер. Может, даже будете получать удовольствие. Пушка плюс-минус в некоторых вещах нормальная, если можешь пробить, безусловно, с учетом низкого уровня пробития. Но чтобы сказать, что данная машина производит какой-то, знаете, такой вау-эффект, я бы не сказал. Ну что, поехали. Попытаемся еще чего-нибудь сделать. Попытаюсь держаться вместе со своими. В прошлый раз мы были с Прогой вдвоем. Не сильно правильно я там поступил в бою. Мне необходимо было, наверное, в горку больше подниматься и там сдерживать ребят, а не встречать их на низинке. Но уже как отыгралось, так отыгралось. Я никогда не вырезаю из своих обзоров ничего, потому что не факт, что тот, кто будет смотреть данное видео, играет обязательно лучше, чем я. Возможно, он играет хуже. Возможно, также и, соответственно, сможет оценить, какие катки его тоже ожидают. И вот такие бои у вас тоже могут быть. А значит, таких боев должно быть больше на обзорах, для того, чтобы вы понимали, чего реально ожидать от машины. Не все машины в нашей игре имбы, не все можно реализовать. В общем, лучше увидеть плохое до того, как оно случится с тобой. Точность по орудию в целом нормальная. Если ты нормально свелся, если нормально прицелился, если к тебе стоит, вот как сейчас АМХ, бортиком, и ты можешь попасть на него, то, соответственно, будешь ему и урон наносить. Так, поехали. Попытаемся помочь хищника поразбирать. Так. Очень бодренько, хорошо. Я думаю, дальше ребята его сейчас доберут, и можно поехать дальше погонять АМХ, если он еще недалеко свалил. Ну, или, по крайней мере, поехать вместе со всеми своими, для того, чтобы по ТТ поотстреливать. АМХ уже пятками накивал. Понятное дело, я бы тоже сваливал. Ай. Хотел дать с упреждением, но, видите, без полного сведения снаряд очень часто летит хаотично в пределах круга разброса, поэтому все же стоит данную машину отыгрывать на полном ее сведении. Йох, это не очень хорошо. Так. Несмотря на то, что подвижность у меня не очень хорошая, дальше стоять здесь и принимать урон у меня желания нет абсолютно никакого. Попытаюсь сейчас перекинуться. Блин, еще и подлагивать начало. Просто супер. Но я все равно ничего вырезать не буду, как есть, так есть. Честность, она должна быть абсолютной. Если я сказал, что я никогда ничего не вырезаю из своих боев, то я не собираюсь этого делать и в дальнейшем. Так. У меня не попали. У меня есть все шансы добрать вот этого брата. Так. Нет, ну тебя-то я точно отправлю в ангар. А вот что остается делать с полностью заряженным Т-34. Это вопрос. Есть, в принципе, у нас еще АМХ в команде. И где-то есть ТТшник. Где он? Он вообще может спать где-то на респе. Ладно, будем пока вместе со всеми разбираться. С Т-34. Отвлекся парень, это очень хорошо. Есть возможность отыграть. Так-так-так-так-так-так. Есть шанс, я его использую. Ну а теперь осталось найти МТТ. Скорее всего, он находится где-то у себя на респе. Я не вижу у него каких-то существенных результатов. Безусловно, не хочется прямо сейчас на него выскочить, отхватить тычку. И мне что-то подсказывает, что он даже может вынести меня с одного шота в ангар. Поэтому попытаемся быть аккуратными, что ли. Так, вот он стоит. Вопрос в том, что он будет делать. Спит он или нет? Да, он спит. Можем заценить точность орудия? Ну, практически. Я не могу сказать, что прям суперова точная, но все-таки определенного рода точность есть. Что касается пробития, то голдой я бы сейчас вполне спокойно Леву расшибал бы. Ну и сейчас остается только стоять, добирать хпшку от него. Ну и, соответственно, потом заценим результаты. Но, ребят, будем откровенны. Вот все, что я сейчас в Левчика набросаю, это не совсем то, что вы сможете реально за бой получить. Потому что вот таких игровых ситуаций не обязательно у вас будет много. Но, по крайней мере, мы сможем заценить фарм по серебру с учетом плюс-минус какого-то большого количества нанесенного урона. В частности, 3500 с копейкой, если я не ошибаюсь, мы нанесли. Сейчас посмотрим на результаты. Посмотрим на результаты по серебру. Посмотрим, безусловно, на результаты в разрезе команды. Кого-нибудь обязательно лайканем. Да, пожалуйста, 3500. Но это благодаря тому, что мы в Леву там накидали. Ну, довольно-таки достойное количество урона. Что касается результатов. Вот результаты по фарму. 103 тысячи с учетом прем-аккаунта. Сколько там, 18 отнять. Ладно, бог с ним. Сами там на калькуляторе посчитайте, если кому сильно надо. В любом случае, 18 тысяч мне дали за медальки. Много или мало, я думаю, что это нормальный фарм за вот такой вот бой. Но мне повезло с союзниками. Мне повезло с соперниками. И мне повезло с тем, что меня не вынесли. Ну, и вовремя принятое решение, куда поехать, куда закатиться, отступить. Это тоже всегда существенно влияет на результаты. Обязательно лайкну вот этого вот товарища. Потому что он большой молодец. И поставлю лайкосик к тому, кто занял первое место в команде у соперников. Он сделал 3200. И, в принципе, он сделал все возможное для того, чтобы команда победила. Ну, что, ребят. Вот такой вот он. 59-й Паттон. Насколько веселая машина? Я бы не сказал, что это имба веселья, имба фана. У нее есть определенное количество недостатков. И, положа руку на сердце, я не могу рекомендовать ее к приобретению. Так, как я, допустим, рекомендовал бы приобрести себе, не знаю, ту же самую Проджету. Да? Проджета 46 стоит 8500 в голом состоянии. Паттон стоит 5. Но, поверьте мне на слово, лучше доложить сюда 3500 и взять себе прогу, чем брать себе Паттона. По одной простой причине. Потому что это даже не особо хороший выход из ситуации для тех, кому нужен фармер. Потому что машин премиумных нет. И надо фармить хотя бы на чем-то. Это не совсем правильный выбор. И, если уже говорить прям совсем честно про машины, то, безусловно, ребят, тот же самый ВЗМ гораздо лучше будет играться. И гораздо более играбельный, гораздо более веселый, чем Паттон. Паттон это уж прям совсем, если голды нет и вы не планируете, что в ближайшее время она у вас появится. И вам надо прямо сейчас какая-то машина. Вот такое вот честное мнение по поводу 59-го Паттона, который есть сейчас на продаже за 5000. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Моё дело показать машину такой, какая она есть на самом деле руками среднего игрока. Кроме того, ребят, напоминаю, что если вы хотите участвовать в розыгрыше, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии с указанием своего никнейма. Ну а для того, чтобы полностью знать, что и когда выходит на канале, посетите, пожалуйста, мой дискорд. Там вы можете пообщаться с ребятами, которые общаются на схожие темы по интересам. И, ребят, там есть раздел с новостями по игре, которые появляются там, как только они публикуются в официальных пабликах. И, ребят, там есть ещё разделчик, в котором вы найдёте информацию о тех видео, которые выходили на канале. И это позволит вам не пропустить свежие видосы, ну или хотя бы разобраться, что вы смотрели, а что нет, потому что видео на канале очень много. На данный момент у меня всё. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»